Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость связана с налоговыми последствиями в связи с ликвидацией организации. Именно данному вопросу посвящены письма Минфина, реквизиты которых вы видите. И в данных письмах рассматривались следующие ситуации. Во-первых, рассматривалась ситуация о возможности учета убытков в виде стоимости вклада в связи с ликвидацией организации. Вообще, эта проблема также известна в литературе, как учет убытков при превышении стоимости вклада над стоимостью имущества, которое получается при ликвидации организации. И здесь следует отметить, что однозначного ответа по данному вопросу нет. Потому что существуют письма Минфина, которые указывают на возможность учета убытков, а существуют письма Минфина, которые говорят о невозможности такого учета. Минфин там проводит разницу между этими позициями. И разница состоит в форме получения соответствующей доли в уставном капитале. Либо она была получена, либо она была оплачена деньгами, либо она была приобретена. Но в данном случае специалистами справедливо отмечается, что в налоговом кодексе нет нормы, которая бы проводила разницу между такими ситуациями и различала бы налоговые последствия в виде возможности, либо невозможности учета убытков. В любом случае, налогоплательщикам следует обратить внимание, что в письме 2017 года Минфин указывает на невозможность учета в качестве убытков стоимости вкладов. Я здесь также отмечу, что отсутствует достаточно четкая практика по данному вопросу. Например, есть практика, ну точнее даже не практика, а акт по московскому округу судебный, в котором допускается возможность учета убытков. Правда, этот судебный акт, он 2010 года. Вместе с тем, есть также судебный акт, также по московскому округу, это апелляционная инстанция уже 2017 года, в котором суд поддерживает позицию налогового органа по поводу невозможности учета убытков. Следующее письмо, но оно менее интересное. В данном случае указывается о невозможности применения статьи 280 НКРФ в случае определения налогового результата, когда ликвидируется организация и получается имущество акционерами данной организации. В данном случае Минфин указывает на то, что соответствующая ситуация не может рассматриваться в качестве реализации либо иного выбытия ценных бумаг. Таким образом, налогоплательщикам следует иметь в виду данное разъяснение, и в том случае, если у них, соответственно, возникла данная ситуация, учитывать позиции Минфина в целях либо определения налоговых последствий, либо определения налоговых рисков, в том случае, если налогоплательщики будут придерживаться какой-то иной позиции. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.